Всем привет! Вы смотрите канал о детских лагерях, отдыхе и развитии. Сегодня мы расскажем о самых интересных книгах, которые понравятся даже самому требовательному ребенку. Хотите узнать весь список? Тогда смотрите до конца. Начнем! Первый автор – Беляев Александр, книга «Человек-амфибия». Вовлекательная история от классика советской фантастики рассказывает о биологическом эксперименте по пересадке акульных жабр маленькому мальчику – Ихтиандру. Ихтиандр получил способность длительное время находиться под водой, но при этом ему пришлось пожертвовать общением с другими людьми, а также надежды быть понятым и принятым обществом. Эта лирическая, немного грустная сказка о доброте и непонимании не оставит равнодушным вашего ребенка. Также стоит обратить внимание на другие произведения автора, такие как «Ариэль», «Колова профессора Дуэля», «Остров погибших кораблей» и «Продавец воздуха». Следующий автор – это Рид Майн, книга «Всадник без головы». Захватывающая леденящая душу, повесть о диком и жестоком западе, где опасность подкарауливает на каждом шагу, а по просторам скачет мистический и пугающий всадник без головы. Остротюжетная повесть и непредсказуемый финал наверняка придутся по вкусу любому мальчишке, а девочке оценят благородство и смелость главных героев. Третья книга – Артур Конан Дойл, произведение Шерлок Холмс. Пожалуй, этот герой не нуждается в представлении, поскольку все от мала до велика знают, кто такой Шерлок Холмс. Однако, к сожалению, далеко не все подростки и дети когда-либо держали в руках ту самую первую книгу, подарившую жизнь великому сыщику, заменяя на различные адаптации и пародии. Поэтому предлагаю вам и вашему ребенку ознакомиться с той самой непередаваемой атмосферой мрачного и темного Лондона, окутанной паутиной и криминального мира. Четвертая книга – Каверин Вениамин. «Два капитана» – роман от советского автора. Приключенческий роман о настоящем героизме и самоотверженности выдержал более сотни переизданий. Переплетение двух трагических судеб капитана Татаринова, чей корабль затерялся где-то во льдах, и сани маленького сироты из города Энска, способны растопить любое сердце. Они оба посвятили своей жизни долгу и служению, высшим идеалам, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Не это ли поведение настоящего мужчины и героя? Жизненная кредо, которая полностью отражается в дивизии романов – бороться, искать, найти и не сдаваться. Пятая книга в нашем списке – всем известный Александр Дюма. Вряд ли чьи-нибудь произведения подходят для чтения в детском возрасте лучше, чем романы Александра Дюма. Романтическая любовь, храбрость на грани безумства, головокружительные приключения, хитроумные коварные злодеи и безграничные обаятельные главные герои. Что еще нужно для того, чтобы миллионам подростков по всему миру мечтали вызвать на дуэль сразу трех мушкетеров, сбежать из замка или освободить принца из железной маски? Можно смело утверждать, что у того, кто не прочитал хотя бы часть этих увлекательных книг, просто не было детства. Наиболее популярный роман Александра Дюма – это «Три мушкетера», «20 лет спустя», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «45». А какие книги читаете с детьми вы? Делитесь в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие полезные выпуски. С вами была Дарья. До новых встреч на нашем канале. Пока!